здравствуйте друзья мы все думаем знаете как в школе постоянно с педагогами там обсуждаем какие проблемы бывают в учебном процессе и потом тоже и как-то последнее время все наращиваем такое давление на студентов в борьбе за качество поэтому начать новая фишка появляется в нашем процессе и это фишка вступает в силу после каникул мы вернемся 13 июля с каникул и вот с этого момента уже так пойдет что когда мы делаем человеку резюме я делаю резюме для рынка уже не на практику а для рынка то мы это резюме мы в руки отдадим тогда когда он пройдет интервью то есть мы будем сами делать интервью которая имитирует разговоры с рекрутером и то что в компаниях происходит то есть у нас в принципе вопросы все знают и собственные студенты знают одно дело они знают и готовятся другого дела не знают и потом готов пойдем война покажет она покажет после того как они подготовятся и мы как бы на месте это все отработали поэтому такая будет дополнительная усиливающая фишечка значит нас надо готовиться то есть мы нас много и мы не можем себе позволить быть в состоянии когда там сотни людей выходят на рынок потренироваться понимаете они они не сейчас такой возможности пойти тренироваться это значит ложатся постоянно и как бы снижать уровень доверия к фирме поэтому мы говорим на счет значит давай так вот ты хочешь резюме давай подготовься и пойдешь на рынок уже побеждать вот а тренироваться мы будем в нашем процессе который гораздо более эффективный с точки зрения тренировки потому что мы же отрабатываем вещи и мы говорим как правильно не нужно десять раз ошибаться достаточно одного поправили еще раз поправили еще раз поправили вообще интервью несложный такой процесс по количеству вопросов которые там задают они же все по резюме идут там нет не то что такое специфическое рекрутеры задают допустим петок вопросов если мы как попасть на интервью да на чем-то рекрутер задает там питок вопросов ну сколько денег ты хочешь как скоро ты можешь начать почему ты меняешь работу ну там обычно это знаешь это знаешь там то знаешь насколько знаешь вот такого плана рекрутеру собственно без без разницы там детали такие потом уже когда ты с компанией разговариваешь там существенно рассказывать о проектах давайте в отличие от например интервью который мы делаем внутренние перед практикой они должны определение объяснить вот regression testing это как да или там тест кейс это как а что туда входит а в чем смысл этого знаете когда ты идешь на рабочие интервью тебя не спрашивают а что такое тест кейс тебе говорят ну напиши вот там пожалуйста вот тебе там логин паспорт там интерфейс ну напиши сколько там ты тест кейсов можешь написать или допустим тебе говорят а как ты делал regression testing вот на этом проекте так чтобы резюме уже есть проект поэтому надо подготовиться не ничего такого нет это не сложно если ты идешь на если ты уже был на интерншипе так ведь откуда берется у человека резюме на на маркет он сейчас на интерншипе он работает там несколько месяцев мы очень часто видим людей которые приходят они не могут сказать два слова вообще не о компании в которой ну а что за компания там web application компания ну а тестируешь ты что веб application тестирую и все и вот чтобы этого не было а это массово происходит это не единично это массово вот значит нас будет такой процесс когда мы будем вот эти истории как бы с ними отрабатывать расскажи о себе расскажи о компании расскажи о проекте а что ты делал а как ты делал а как проходит рабочий день расскажи и даже вы проходя этот рабочий день годами не обязательно можете рассказать вот есть люди которые не могут рассказать то что с ними реально происходило поэтому вот этим будем заниматься вот такая у нас будет теперь фишечка и так это на нас на самом деле большую нагрузку накладывать все-таки время это дополнительный как бы расход до ресурс вкладывается в это дело но все-таки мы хотим чтобы товар был качестве чтоб человек выходил на рынок раз нашел работу компонентом этого будет зачет потому что и как делаются на джоп маркете потому что вот как девственные у меня четыре часа видео есть о том как и что нужно делать никто не смотрит а вот там у человека появляется в руках резюме а что с ним теперь делать видео посмотреть там все написано рассказано подробно поэтому будем зачете такой принимать просто уже хочется чтобы ну как сказать что хорошо все происходило качество потому что когда человек все делает как надо у него получается а когда не делает как надо то не получается никакого контроля за тем как он делает нету никакого контроля за тем понимает что делал что надо делать или не понимает что делать тоже нету поэтому как бы сказать у всего есть своя цена ты хочешь быть на рынке ты хочешь искать работу ты хочешь иметь резюме и что вся система на тебя работала выполни свою часть будь готов рассказать о компании тебя все равно спросит вот столько раз сколько ты пойдешь на интервью тебя спросят расскажи о компании расскажи о проекте расскажи о о том как ты это делал у меня есть такая байка я рассказываю это из правда через жизни анатолий аркадьевич харлампиев создатель борьбы самбо будучи в девятом классе у него занимался и он такой очень интересный был мужик все имени истории были байки и военных лет разные и вот как-то мальчик там один его спрашивает скажите говорит натуре качество примет мирная это бы начало 70 ну чем вот мы там с ножом на тебя идут с табуреткой на тебя идут ну что это вот нам зачем и он говорит харлампиев говорит я хочу говорит он чтобы ты вот тут на этом ковре штаны наделал они когда на тебя фрицкает со штыком пойдет и я рассказываю в классе эту историю говорю вот я я хочу чтобы вы вот тут вот в классе штаны наделали никогда на вас этот нации интервьюер с вопросом жах там расскажи о компании жах это расскажи о себе жах расскажи о проекте и ты раз старина делал вот так что мы будем мы выходим создать такой ковер и на этом ковре будем отрабатывать вот когда этот придет с вопросом и придет с вопросом а мы отработали и нас не взять мы так поставили так поставили так поставили бросили и ногу сверху смысле offer получил таким образом и счастливо вот